Всем привет! Сегодня снова небольшой урок по выражениям. На этот раз мы разберем такую функцию, как toComp. Эта функция в системе выражения After Effects превращает любые пространственные данные в координатную систему самой композиции. Конечно же, это звучит достаточно странно, но на практике все просто. Итак, я покажу вам пример, который достаточно популярен, а именно тот пример, где мы обычный Beam, либо Advanced Lightning, либо Lens Flare, либо Audio Spectrum. То есть те эффекты, которые представлены в виде двух координат, мы интерполируем их в координатную систему композиции, тем самым делая их 3Dшными. Все это благодаря функции toComp. Итак, разберем ее поподробнее. Как я уже говорил, функция toComp интерполирует координатные данные в координатную систему композиции. Это, по сути, простая координатная система, которая представлена двумя параметрам x и y, то есть высота и ширина. Эти данные легко увидеть в панели Info. Здесь есть координатная система x и y, она отвечает за координатную систему нашей композиции. Когда мы создаем камеру, то камера работает именно в этой системе, и, соответственно, все точки, которые находятся в нашей композиции, можно представить в виде двух этих значений. Итак, что же касается самого выражения. Как и во многих разнообразных эффектах, Advanced Lightning, либо Beam, либо Audio Spectrum имеет значение Start и End Point. Они представлены в виде двух координат, и все, что нам необходимо сделать, это привязать эти значения к координатной системе нуля, которая, в свою очередь, находится в 3D-пространстве. И потом уже координатные значения нуля мы трансформируем в координатное значение композиции. Итак, пишем само выражение. Нажимаем Alt-клик по значению Origin, либо Start Point. С помощью загогулинки мы просто перетягиваем на тот нуль, который мы будем управлять нашей начальной точкой. Затем пишем точка, toComp, и нам необходимо указать массив, нам необходимо указать координатный массив, в который будут передаваться наши данные из нуля. То же самое мы делаем и с второй точкой, это точка Direction, либо End Point. Опять же нажимаем Alt-клик по Direction. Вставляем это выражение, но единственное, нам надо заменить его на нужный, то есть в моем случае это уже точка 2. Теперь наши координаты, которые представлены в виде двух нул в 3D-пространстве, интерполируются в координатную систему нашей композиции и выглядят как 3D-точки. Также мы можем с помощью нуля передвигать и анимировать сами точки, сами Start и End Point.